внимание на когда его тиммейты будут сейчас уже вылетать на позицию в агенте хороший хэдшот еще дополнительно залетает колюкс уже пробивает свои вещи и мар есть скилл от него боксик находит фражек и для себя также любимого ситуация уже 3 в 3 звук нам подогнали отлично даже можно не писать никому все отлично звук поехал как раз кинопостановки бомбы бомба пробила нам звучок джерри работая здесь имя находится у нас в районе украины за боксом будет дальше пытаться здесь что-то нам еще продемонстрировать и сейчас будем смотреть за убиванием от команды форс получится ли что-либо сделать боксик уже открывается под себя отвлекает на себя внимание в любом случае есть информация по поводу того то что игрок с окна уже убежал куда-то в сторону дверей джерри асфайв сам работает вроде как ожидает то что из-за бокса кто-то может выйти из-за бокса действительно выходит игрок команды атаки пошла хаешка также еще от него но и в итоге хаешка неплохо так размяла игроков из команды eternal fire причем есть шансы сейчас у команды процент раунд еще выше вы вытащить учитывая то что у шалфея хорошо залетает по ксантарусу стоял посмотрел на своего соперника и здесь уже минус еще от кенси причем кенси находит минус для себя плюс еще и подбирает оружие то есть вообще в целом все очень хорошо складывается для команды force здесь сейчас и в два человека атакующим игрокам придется что-то сейчас придумывать по вопросу получится ли что-то здесь сейчас сделать боксик остается один у него в руках имеется горель с этом горели у него минус тоже не получится оформить и в итоге это первый раунд для команды force форс за красавчик получилось так он сейчас занимать свою позицию будет винтах продолжать отыгрывать череда тоже такая возможность у него присутствует и сейчас посмотрим что выйдет норви отвернулся хорошо повернулся минус 2 от него залетает джерри у нас выпрыгивает прямиком уже из винтов но и кенси заходят спинку и кенси должен захочет жизнь еще одного из своих кенси здесь у нас уже с галилем на пистолеты этерналы врывается у нас кенси и в итоге кенси хорошего фрага управляет раз плюс инфа по поводу сантароса у него присутствует и уже по этой информации полноценно кенси работает еще один минус залетает и еще одного туда же отправляет но стоит отметить да то что фаера были на пистолетах поэтому вот чего хочешь хаешка также в мейн у нас пошла ну и в итоге игроки команды force остаются при своем свапается оружие кенси прокидывает такой вот смог решил он просто унести калаш который имеется у него в руках теперь же итоге имор оформляет этот минус по кенси кенси слишком открытую позицию такую занял да возможно не ожидал причем очень интересно то что ну плюс минус мало ли еще какой-нибудь игрок мог из секреты выйти кенси надо было наверно как-то в оксе на позиции в оксе уже готовится закрывать кого-нибудь все в секрете но и за что у нас тоже уже готовится своему авика раздавать не понимаю и можно стартовать уже хотела отойти сделать минус пробил по сути он сейчас рампу и по этой рампе можно уже работать есть так посмотреть что у нас по точке б на точке б находится зорту котов с бомбой поэтому плюс-минус еще нормально и теперь дальше будем сейчас смотреть же выходит хороший минус встретились в итоге глазами вместе с тиммейтом это заход на позицию b имор занимает идеальнейшую точку в итоге оформляет он минус по зорту и теперь они от еще один минус даже делать у нас и мир красиво от этого маленького возможно кто-то до что-то не заметит в итоге пошел у нас смачок ну и зорта пока что аккуратно в уголочке здесь просто зажался и ждет какой-то информации шалфей открывается по таймингу оформляет минус джерри находится на правильном минус залетает также еще свапает оружие достаточно неудачно но все же минуса уже залетают в оксик у нас тоже оппонент если все правильно увидел шалфей зале дает нашивка сторону мэйна в мэйн уже стартует на спайры минус по норве возможно минус будет по поводу джерри джерри все еще жив джерри остается у нас за боксом но в итоге джерри у нас погибает за этой самой будкой это еще один раунд для атакующей стороны так а люкс это очень агрессивно раунд с выходом на точку а что ли но тут же я сейчас пешка должна разобраться хотя xantara сделать этот шалфей накаляет шалфей напрягает и не шалфей покидает свою позицию в оксик пошел молик от него каешку вот икс флойда бомбу спокойно уже ставят с флойд дальше есть раз почти получилось закрыть зор то есть ситуация 2 в 2 у колюкса 9 процент хп где-то там глубоко в планете находится плюс-минус он сладкая булка для форзов главное сейчас воксик как-то закрыт на воксик уже обороняется очень успешно остается только зор то у него м к в руках ну и скорее всего на этой позиции где находится сейчас игрок команды force он и останется вопрос будет ли он жив на этой позиции или же будет мертв минус по воксику сделал и благополучно убегать к люкс 1 это пятый раунд для команды и термо пайр бомба делает ваш любимый подкаст и радуйте жизнью играя в кф джерри хороший минус там уже пошла приемка в целом от команды force неплохая причем стоит отметить да то что у форзов как бы ну эмочка и дигл и больше ничего такого мега интересного то и нету но в итоге уже неплохой старт для команды force причем старт такой то что они этот раунд еще могут выиграть и у них это может получиться шалфей открывается очень круто под флойда в итоге флойд остается нас остается к санта 1 минус позор то залетает эти невероятные хэдшоты норви находят враг для себя есть по нему информация но в итоге в оксик вместе с санта разом будут сейчас работать уже под позиции б здесь есть наш алфей который ждет своих оппонентов и дает знать то что ну давайте ребята поиграемся с вами хотя возможно шалфея тут уже с юспом то особо наверно не получится ничего сделать так чисто немножко потюкать своих понять можно просто отойти засовить оружие которое лежит где-либо на карте плюс-минус это будет лучший вариант для команды force да как-то поприятнее будет все это для вас присутствует санта раз стартует у нас уже сверху будет сейчас на голову запрыгивать от полу заметил минус по этой голове отдал улица прочекает прочек сейчас будку под будки даст санта раз хороших санта раз заряжен на самое интересное то что мне вот приятно вспоминать те самые времена моего старта комментирования когда буду говорить до на трансляции майнкаста было как раз таки ханта рез как в те времена его называл ну а как бы это уже далекие времена далекие времена каких-то дальних мега мажоров здесь у нас eternal fire который уже потихонечку начинает отступать от одного кенца хотя минус по кенте оформляется и сейчас у нас минус пока люксу еще также от шалфея стоит отметить то что у тернал fire достаточно много хп можно смог откинуть раз можно смог откинуть уже нету поэтому просто бежать в принципе с 2017 ничего не да 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 санта раз хорош согласен доиграл все же тут у нас с дверьми хорошо плюс-минус успешно у них атака но не стоит забывать да это карта нюк карта нюк это плюс-минус уже такая достаточно играбельная карта для команд стало это не старая добрая карта нюк когда там за кт сторону все команда перешла за кт сторону все она закрыла а также планирует вот такую вот позицию занимать за красным будет он сейчас видеть спинки своих оппонентов минус по санта раз залетает хэдшот по норве от него но в любом случае это уже ищутся как-то сейчас вот будучи красным справляться то в раунде что-то придумал джерри ворвается здесь уже есть флойд который хороший хэдшот отвешивает плюс есть информация по воду девятки то что здесь находится айк прилетает кости молек сразу же зорто смачок у нас в уголочек и будем пытаться что-то сейчас еще нам здесь продемонстрить бомба там ставится не ставится поставится хорошо мог себе поставил залетает конечно хорошая торговая и форс раунд на заключительный раунд этой половине для команды точнее сейф оружия для команды форс 15 раунд неплохо на самом-то деле даем перенесли этот авик прилетает у нас смог норвиг где-то в районе будки и мар есть раз здесь зорто разминок сантараса пока что не залетает но там флойд у нас уже жил к сантараса закрывает норвия улетает просто у нас куда-то к сантарас в небеса остается только один боксик у него есть калаш руках по хп очень жестко его войну 4 хп бомбы с той стороны брат все хорош 4 хп если бы чуть-чуть побольше бы хп осталось типа из разряда 60 процентов да мы с вами могли бы говорить то что можно этот клач мою потащить но когда у тебя 4 процента хп затем приходится выходить через улицу то это вот так вот за колюкс нас дропается вниз бомба лежит в районе дверей шалфей стартует нас под и мара а бомба то еще нет все отлично джейли уже здесь на выпрыге в итоге легкий раунд для команды форс уже потихонечку образовывается такой очень такие грамотные киллы нашли где-то фраги для себя и боксик то что человек действительно это всегда приятно в оксик получает вот такой вот небольшой люль от своего соперника пошла хаешка на хорошо шалфей делать этот килланыч бомба ставится смотрим далее за этими командами седьмой раунд для команды форс потому что вряд ли сейчас у флойда получится здесь что-то нам продемонстрировать хотя он как-никак закрыть как-то кинти игрок команды файер финанса управляется по иммуру ну и здесь еще находят дополнительные игрока оборона санта раз вместе с темой это попытаться что-либо сделать не чеку и кстати говоря парзе он сейчас может и раздать и он ведь действительно раздает быстренько оружие как-то забрать выбегают игроки команды форс на точку а бомба ставится под ней хорошо шалфей а сейчас поставить вопрос команде и тонн фэр что же будут они делать киты есть китов нету уходят они на сейф это восьмой раунд для команды форс Инфа присутствует. Сантарас выходит здесь на префайр, дергает бомбу. Нужно, по сути, ее уже начинать дефузить. Девятки должен помогать уже тиммейт. Тиммейт должен в девятке делать этот минус. Но шалфей идеально здесь захолдился. Идеально. Не забываем про баннер по трансляции. Не забываем про ссылочку, которая появляется в чате. Не стыдно с таким дилеем комментировать? Нет, не стыдно. Почему мне должно быть стыдно за то, что у меня будет клинфит? И я просто комментирую клинфит. У вас иногда вопросы такие в чате, конечно. Вы ребятишки, конечно, даете. Обалдю, бом-бом. Врыв начинается уже от команды Eternal. Файр. Взрываются они. Адмейт надо проконтролировать. И вверх, и вниз. И минус залетает уже. Старые винты будем смотреть? Со старыми винтами-то у нас Имер. Никто их не смотрит. Имер в итоге оправляет легкие киллы для себя. Зорта на пропыке. Ну хотя бы МАЗ-10 у него был в руках или что-то типа того. В итоге килланш оправляет. Остается два человека у команды Eternal Fire. Как вообще такое случается? Шалфей. Не получается пристрелять своего оппонента. И вот. Ох, Воксик есть. Воксик есть. Хорош. И в итоге остается Джерри. Джерри тут в рядочек может забрать. Сейчас своих оппонентов. Ипшка досталась ему. Дропнется. Или не дропнется. Но там соперник был в винтах. Джерри должен это понимать. То, что Воксик от винтов у них экономической подушки вообще никакой не создается. И по сути, да. Могут быть у них проблемы с деньгами. И придется кому-то там с МПшками играть. А может кому-то с Деглом еще придется там что-то придумывать. Но нужно сейчас Eternal максимально жить. И выживать. И выживать. Да. Вот свою популяцию сохранять. Чтоб все было в целом хорошо. Это Тима по экономике. Учитывая то, что экономика им пригодится. Потому что, ну, все выглядит так. То, что фарзы легко карту Нюк не собираются отдавать. Они будут пытаться бодаться, стреляться, убиваться. Что-то очень странно, да. То, что от Воксика не залетел вот этот вот фраг. Судя по всему, каким-то мегом. Я что-то напутал. Я как-то не так понял. Сантарас. Находится у нас под скалой. Здесь Шалфея Шалфея его не контролирует. Ну и Сантарас, по сути, в смоке сейчас может раствориться. И покинуть свою позицию. Более выгодно ее занять. Возможно, для себя. Калюкс. Пошел Молик. Здесь у нас еще и Воксик работает активно. Ну и в итоге Зорта остается один. Это тринадцатый раунд для команды Eternal Fire. Хотя, возможно, Зорта сейчас затачит. Нет, не получается это сделать. Это действительно тринадцатый раунд. Калюкс вместе с тиммейтом запрыгивает наверх. Пошел Молик Раст. Сантарас агрессивно снова на улице. Но здесь его уже должны проконтролить Шалфей. Каски с этим успешно справляется. И плюс еще может и погибнуть Боксик. Также, хотя у Зорта остается 19. Более тп. Зорта, по сути, сейчас тринадцатый раунд для команды Force. Опять же, к Сантарас, наверное, агрессивно на улице. Он уже не будет играть. Так, спокойненько уже на каких-то иных позициях будет отыгрывать. Потому что, возможно, да, вот если бы Сантарас сразу бы на старте раунд не погиб. Возможно бы сделал какой-то килл. Возможно бы как-то полегче. Пошел. Боксик контролит. У нас лобби. Имар на позиции. Но в итоге пошла уже приемка. Начинается заход от команды Force. Причем заход начинается на точку B. А там есть у нас Иксфлаут. Он делает минус раз. Возможно, получится сейчас и второй форид. Но дабл-двери открываются. Нори в итоге закрывает эти самые дабл-двери. Бомба у нас пока что не остается, стоит отметить. Зорта минус Плексантарасу. Воксика остается один. Прокинет сейчас он на тот самый молек. Получится ли этот молек реализовать сейчас непонятно. Один страунд для команды Force. Сейчас на позиции. Каешечка какая залетает. Это фантастически. Еще на молеке прогорает. Имар у нас в итоге оформляет свои важные минуса. И остается только один Зорта, который подбирает оружие. Который в руках имеется калаш. В итоге Зорта перестреливает Калюкса. Что у нас по поводу бомбы. Бомбочку уже будет сейчас ставить. Но дергает пока что игрока в винтах. Там вроде как есть игрок. Но в итоге бомбу сейчас уже не получится. Не поставит. Это 14 раунд для Eternal Fire. Ну как бы... Ну теперь дальше будем смотреть. Что в конечном итоге здесь получится. От команд. Выход начинается от команды Force. Не так что много остается уже у нас и защитничков. И в два человека придется Eternal Fire что-то здесь сейчас нам демонстрировать. Залетает Воксик. На входе в районе лобби. Бомба ставится потихонечку. Бомба ставится также у нас под мейн. Очень успешная. Ну и Ксантар. Аккуратно. Подсадка вот такая вот красивая от команды Force. Не дадут сейчас через мейн сыграть. Погибает Ксантарес. Остается только один Воксик. Прокидывает такую флешку в угол. И... Он будет погибать. 13 раунд для команды Force. 13 раунд для них. Красиво. Джерри. Ать. Ать. Ксантарес пока что не открывается. Ксантарес. Есть минутки. Прочекал его также Норви идеально. Прочекал также и тиммейт Норви. И форзы аккуратненько могут по сути выходить сейчас на позицию Б. На позицию Б у нас находится восьмерочка. Это имяр, у которого как находится скаут. Ну и как-то вот сейчас есть скилл. Зорта. Минус Калюкс. 14 раунд для команды Force. Бомбы ставятся под девятку. Все отлично. Все хорошо. Имяр. Есть скилл позор. Ты хорошо. Вот это было сейчас красиво. Ну и почти получилось еще хотя бы попасть. Которому очень тяжело. Джерри. Выходим. Выходим. Причем выходим. Он сейчас говорит и команде Eternal Fire. И ребята выходим с сервера уже. Потому что мы отправляемся с вами на следующую карту судя по всему. Ну как бы. Можно так сказать по крайней мере. Имяр остается один. В него пока что вроде как никто не зумится. Плюс-минус инфу. Он слышит то, что взорта где-то слева. И теперь нужно игрокам команды Eternal Fire что-то здесь придумать для себя. Взор-тем. Есть минус по боксику. Но в итоге Джерри. Есть шанс. Вот. 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 Пошло. Пошло. Фазы. Еще чуть-чуть осталось добрать. С возможностью. И мы еще один килл. А может быть еще один килл. Но здесь уже у нас выходит зорта. Но в любом случае ситуация уже два в два. И это рабочая как для одной стороны, так и для другой. Бомба пока что еще не поставлена. Вот. Все. Сейчас вот от бомбы будет уже танцевать. Морик пошел. Бомба причем ставится под девятку. Ну что ж, уважаемые зрители, это мы с вами возвращаемся. Возвращаемся. У нас тут даже музыка какая-то еще играет. Неплохо. Неплохо. Но успеваем. Мы с вами. Фарзы начинает за Т-сторону. Eternal Fire у нас начинает за КТ-сторону. Посмотрим, что у нас из этого всего выйдет. Воксик уже на позиции. Фарзы начинает очень агрессивно. Этот раунд отыгрывает Джерри. Флемент минус по Воксику. Калюкс у нас на позиции. Минус по зорту находит. Бомба пока что не ставится. Но в целом игроки команды Force уже просто вышли вперед и погибли на своих позициях, где они находились. Норви, по сути, успеет поставить бомбу. Но на этом, наверное, раунд-то может и закончить. Хотя, может, поддавить. Сейчас его понятно. Из трешки переключился. Но Ксантарес у нас на позиции. Ксантарес уже оформляет этот минус. Обидно на самом-то деле. Да, Норви были сейчас все шансы, чтобы затащить этот раунд. Это было действительно красиво. На пистолетке сразу так открыть. Закупились нормально. Закуп рабочий. С которого можно уже потихонечку начать камбэкать. То есть, флешка, Ксантарес выходит. Хорошие минусы от него залетают. Ксантарес вместе с Имором продолжает работать по своим оппонентам. Залетает у нас еще и Морик дополнительный. И в итоге Джерри остается где-то в районе Сволкичина. Закрывает он своего оппонента. И бежать, бежать, бежать по точку Б. Сейчас будем что-то здесь под этой позиции смотреть. Проблема карты нюк от команды. Здесь пока что сидит. Ни в чем себе не отказывает. Ну и Джерри. Аккуратненько. Сейчас появится какая-нибудь голова. Голова появляется. Мины с Павоксикой залетают. Джерри пока что на последнюю здесь будет халдиться. Ну и в целом Этерна Файеры. Сейчас Фарзенов что-то продемонстрировать. Но это тяжело. Вы с пистолетами. Вы будете выходить на какие-то гранаты. Вы будете уходить на калаши. На емки и прочие такие вещи. И что-то такое, знаете, дельное прям продемонстрировать. Это будет прям максимально тяжело. Что, собственно говоря, и происходит. Зорта остается один. Третий раунд для команды Этерна Файер. Закуп от Форс. Оппонент тоже должен заметить. И 84 хп остается у игрока. Барона флешка пошла к Сантаресу. Будет он сейчас сам прям выходить. И будет уже раскидывать игроков в команды Форс. Кенси находит фраг для себя. Кенси находит еще дополнительный фраг. Есть инфа вроде плюс-минус по поводу Сантареса. И кто-то должен его остановить. Но никто его пока что никак не может остановить. Надо дождаться Зорта, который будет заходить в спину. Калюк по таймингу проконтролит, не проконтролит. Инфа по поводу Сантареса уже должна какая-то создастся. Инфа создается. И Зорта в итоге перестрелит этого молодого человека. Быстренько подбирается оружием себе Джерри. Зорта тоже здесь. Ну и все как-то легонечко. Тихонечко выходят. Джерри. Дальше про чек. Про контроль Лимора. Хорош. Здесь у нас Калюкс за фаером боксом. Минусы променяет под Джерри. Нашивает по нему шалфея. Причем открывает позицию бейс. Сейчас по сути могут форзы развернуться. Но времени-то не так же много. Тут же надо пытаться что-то по точке нам показывать. Но Воксик может зарешать. Но пока же не получается сделать. Остается у Калюкса 23% ХП. Он очень каленый. Он очень красный. И все же фануло. Здесь целых два игрока. Но здесь лежит Смок. И непонятно что за этим Смоком происходит. Джерри накаляет. Смок все еще лежит. Но он как бы должен ожидать. Потому что Смок здесь лежит. И кто-то да может быть в этом Смоке. Но нет. Все же Джерри стартует агипа дельпан. Выходит из окошка. У нас уже Воксик завершает жизнь игрока. Имор заходит у нас в спинку. И вопрос к нему. Его пока что вроде как никто даже и не видит вообще. Выходит к нему в гости Кенси. Кенси делает этот килл. И остается только один к Сантарес. Свапает оружие. Без минус Фарзы понимает то что игрок забрал здесь что-то. И это еще один раунд для команды Форз. Джерри. Вместе с тиммейтами. Будут сейчас придумывать что-то нам новенькое Фарзы. Хотя Джерри стартует очень быстро. Минус оформляет здесь. Можно попстаться сейчас еще закрыть на шарте кого-то. И у него получается это сделать. Хорош, Джерри. Хорошо. Норви. 11% хп. Этерном фаер отправляется на сейв. Но Фарзы не дадут им просто так засейвить судя по всему. Дропается вниз. Шалфей увидел своего соперника. Кенси здесь. Кенси. Смог пошел. Воксик. Хаешек сейчас трехочковая. Ляп. Хорошо. И скилл. Вопрос дальше. Команде Форз. Пойдут ли дальше они сейчас на точку А выходить. И поджимать своих... Другая М-ка сейчас у нас вот погибает. Как раз таки на миде. Но я успел забрать себе Имор. Имор получает у нас и Кенси. Нам достаточно много урона. Выходит Джерри. Легкий фраг по Абоксику. Калюкс. Хорошо. Ну все как идеально. Просто по книжке от команды Форз сейчас все это было сделано. Шалфей еще выходит в миде. Хорошо постребе в команду Форз. Пошло как-то, да, пока что. Из того, что мы с вами видим. Мигуго. Когда все спокойно просто сядут на диване. И будут смотреть различные киберспортивные события. Или же фильмы. На Мигуго. Ну вроде как. Ничего подобного у нас здесь не случится. Все же то, что команда задумалась по поводу того, что, ребят, ну давайте, наверное, начнем уже потихонечку камбэкать. Давайте что-нибудь уже начнем придумывать. Потому что что-то как-то... Ох ты, Имор. Нижний брэк пошел от него. К Сантарас. Уже у нас выпрыгивает Калюкс, успевает закрыть Шалфея. Воксик находит у нас Кенси. Ну и потихонечку посыпались уже Форз в этом раунде. В три человека нужно что-то придумать. Два человека находятся в яме. Могут ожидать то, что он где-то может в апартамент. Залетает Хаешка. Бомба дефуится с китами. Это четвертый раунд для команды Этернал Пайл. Это четвертый раунд для них. Ну и быстренько забрать... Теперь надо по новой что-то придумать. Кенси, я хотел прокинуть молик, но ему пришлось просто на шарте. Хорошо, Кенси подловил к Сантараса. Быстро-быстро просто выпрыгивает сейчас в сторону коннектора. Но здесь у нас Имор, здесь у нас Калюкс. Калюкс уже успевает еще и два минуса сделать. И Шалфей в итоге... И так-то может и... При особым желании, вот, да... Упрыгать за бомбы и убежать на точку Б. На точке Б вообще никого нет. Кромад Этернал Файр. Ну и уже Гекс. Иксплаут, под коннектор выходит два человека в Форс. Залетает Смок. В этот Смок выходить, наверное, не надо. Сейчас. Но все же выходит они в этот Смочок. Подловили Имора. Ладно, молчу, Фарзы. Прошу прощения. Мои советы тут вообще никому уже даже и не нужны. Идеально Фарзы вышли. Казалось бы, да, вроде как Форзы... Уже остановились Фарзы. Все это закончилось. Поехали дальше. Шалфей отправляется на поиски. Есть соперник. У Шалфея теперь он перестреливает. Иксплаута. Потому что в тот раз Иксплаут снизу перестрелил Шалфея. Но, судя по всему, на лестнице выигрышная позиция снизу. Воксик. Слышка в глаза. Воксику надо, наверное, бежать. И не стрелять здесь. Потому что мало ли сейчас его могут здесь закусать. Ави хочется перенести. Иксплаута. Иксплаута у него Имор. Живет. Живет, но не выживает. Джерри оформляет этот килл. Ксантара стартует у нас уже в сторону Китчена. Игроки команды Форос стартуют и сюда. Пропустили Китчен. Почему-то бы и не ожидали. Такое ощущение складывается. Зорт немножко урон получает. Минус Ксантара стартует у нас под плен. Хороший хатшот от него. Хороший хатшот от Х2. И остается только один Кенси. Ну и плюс-минус. Вроде открытие сайда Б произошло от команды Форос. Вроде уже и стартанули. Но вот Ксантарес, который сделал минус 3. А то и минус 4 сейчас оформил. Здесь уже Кенси перестреливает. 3-4 ХП. И как бы вот дальше-то что делать? На ямочку пересвапал. Калюкс погибает. Остается у нас только один Иксфлаут. Ну и собственно говоря. Есть скилл по Джерри. Бедный Джерри. Красавчики Форзы. Очень напряженная. Очень близкая такая игра от команд. Зоркта кстати говоря отправляется на поиски. Причем выходит Навик с Глаком. Вот. Честно говоря. Что-то игрокам делать. Они уж сами лучше нас знают. Имар. Здесь. Шалфей. Хороший килл. У Зорты остается 20% ХП. Калюкс минус по Джерри. Минус по Зорты тут же залетает. Еще неплохая плюха. И снова возможно будет 7-7 сейчас. Каким-то. Потому что смог у нас конечно же залетает от команды Форс. Но Воксик уже находит один фраг. Шалфей находится в районе апартаментов. Его здесь уже будет возможно сейчас принимать. Иксфлаут. Который потихонечку на юмпике отходит. 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 Ну все. Вопрос. Нет. Не заметил. Шалфей ты его заметил? А вот игрок команды Eternal Fire. Оппонента то и не признал. Санта Рос. Есть минус по Шалфею. И счет становится 7-7. Красит. Пока что просто в угол смотрит. Но снова же. Форзам придется на пистолет. Что-то придется. Пошли. Иммор. Не получается опорить минус. Но и надо как-то успеть его закрыть. Это получается сделать. И Клаут. Отвлекает его. Но хорошие минусы от него залетают. Там уже у нас и Кенти зашел с шарта. Но очень медленно получилось. Если бы Кенти пораньше закрыл. И если бы у него пораньше получилось закрыть. Этого бешеного игрока команды Eternal Fire. То возможно у команды Форс. Были бы какие-то шансы повеселее. Зорта находится сейчас номер 9. Вот как раз таки он. Он находится на точке Б. Удачно. Удачно в любом случае. Но тут уже вопрос именно к китам. Которые есть у Зорта. В итоге минус по Зорту отлетает моментально он. Шалфей. Норви работает активно. Минус 2 от него есть. Но в итоге Форзы в 2 человека. Это те самые опорники. Которые с точки А приходят. Сантарес очень близко находится. Рейнкична. Хороший фраг от Кенти. Бомба пока что не ставится. Бомба ставится на дефолте. Джерри прекрасно слышит. На выпрыге работает. Минус есть. И бомбу не успели поставить. Но куда же ты Джерри пошел дальше-то? Забил бы. И уже бы спокойно бы дальше в момент этот отыграл. Кенти. Первый армор. Мое почтение Кенти. Мое почтение. В сторону Андера будет выходить. По сути это будет очень круто для него. Потому что он может оформить 2 легких минуса. Если его не проконтролируют. Этернал файр. У них есть такая функция. То что они могут выйти в сторону окна. Что собственно говоря происходит. Уже прокинули у нас Сантареса в окно. 3 хп у него остается. Разворот может быть по точку Б. Учитывая тоже движение через шорт. Тоже может быть Норвил. У хупового соперника Дебби Райт. Как-никак он сладкой булкой был. Ну и Икс Флаут выходит. Сюда. Сюда. Минус позор. Говорит он. Ну и Джерри с МПшкой работает. Раз один. И в смоках возможно сейчас растворится где-то игрок команды Этернал Файр. Ничего из подобного у нас не нужно выйти. Используя тиммейта. И все. Джерри у нас перебежал. Джерри у нас в безопасности. Теперь вопросы к Алюксу. Да. Вопросов нету. Вопросов действительно к нему нету. Хороший хэдшот оформляет. Почти получилось еще и второго закрыть. Зорта. Хороший килланыч по Ксантарусу. И дальше в сторону Паласов еще поглядывать. Есть Флаут. Куда? Просто скажи мне, куда ты идешь? Ну и в итоге вот. Джерри. Джерри. С Галилем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если бы еще в третьем закрыл, было бы красиво. А там еще можно было бы четвертого. Кентси на развороте. Кентси у нас погибает. Бомбу можно забрать. Спокойную бомбу можно поставить. Но в целом все неплохо. С Калашом отыгрывает Смок у нас. Пропадает в районе джангла. Ксантарус. Минус по Норве. Остается Шалфейс с тем самым Калашом. И в итоге... Не получается у него закрыть Сантаруса, который сделал минус в четвертом раунде. Это девятый раунд для Этернал-Пай. Но закуп хороший у команды Фореста. С этим можно работать. Норвия погибает. Дальше Шалфей за Форестом. Пока что отсидеться. Минус полоху полных Сантаруса. Закрывает 100% своего соперника. Смок прокинуть. Он чуть-чуть долго. Он его кидал. Пораньше бы кинул. Да, пораньше все это нормально бы залетело. Возможно, получилось отыграть этот момент. Зорта находится в районе Фореста. С Юспика работает. Но это 10 раунд для команды. 37 хп у него есть. Выходит Калюкс. Минус поджерез. Ну все, все. Там уже нет никакого ребят. Эксплаут выходит. Красивый худшот отвесил. Ну все. Идеально прочекали Этернал-Файр. Но при файрах пострелили. Все как надо сделали. Шалфей. Ну все. Талл знать. Опа. Хорош. Этернал-Файр прям моментально стартует. Джерри снова уходит под деревом. А я... Хорош, Джерри. Норви. Хорош, Норви. Ребят, там Джерри постоянно играет на этой позиции. Вы чего не контролите? Банк прилетает прям в лоб Калюксу. Причем там каким-то образом у него получилось зорта закрыть. Как это вообще вышло, непонятно. Вокси как бы 8000. Если его после времени убьют, то ничего страшного. Кенси погибает. Норви стартует. Без ничего. Смачок прокидывается. Шалфей остается здесь. Даже не дрыгается никуда. Кенси принимает. Икс Флауда. Нашивает. Шалфей погибает. Что там от игроков, которые на точке? А у нас находится Джерри уже погибает. Калюкс выпрыгивает. Но в итоге Норви, скажем так, продает своего тиммейта. Плюс-минус. И спокойно Норви остается один. И Этернал Фаер могут этот раунд также спокойно забрать. Но проблема с к счастью в том, что они решили через два века этот раунд отыграть. И если сейчас Норви как-то раскрутится. Раскрутится, точнее. Есть раз. И почти! Их, нет, не получилось закрыть. 13 раунд для команды Этернал Фаер. Ну, это было близко. Ну и в шорт в два человека не стоит смотреть. Да, Норви теперь будет работать на пропрыге. Инфа по поводу игрока присутствует. Плюс Шалфей справляется с Имором, которым был не в позиции. Ну и Норви получает ХЕшку. Получает также Молик. Слад погибает. Воксика остается один. И Норви вроде как его должен закрыть. Вроде как Вижен у него имеется. 12 команд. Кстати говоря, Фарзы через два века играют. Выход под флешку на точку А. Причем это может быть достаточно успешный раунд для Этернал Фаер. Минус уже оформляется по Шалфею. Минус один авик. Пожалуйста. ХЕшки никакие не летят в сторону Дефолта. Ничего такого не залетает. Размены также очень хорошие для Этернал Фаер. Ну и Кенс. Минус есть. Пока люксу. Ситуация для одной команды хороша. И для другой вроде как плюс-минус. Но вот Ксантарос очень много ХП теряет. Надо как-то быстренько закрыть. И это получается сделать. Остается только один Воксик. Воксик убегает. И будет он сэвить Калаш. Хотя, кстати говоря, вроде как яма не пропустить. Хотя тут уже есть шанс то, что Зорта сейчас еще и с коннектором может пропустить. Залетает флешка. Минус оформляется по Кенси. Зорта работает за фаербоксом. Контрольный гол на главе имеется игрок. Зорта открывается яма. Джерри здесь у нас на месте. Ксантарос находит килл для себя. Джерри увидел оппонента. Минус пока люкса залетает. Два человека у команды Форс. Ксантарос дропается вниз. Ксантарос надо было смотреть стою на коннектор. И у тебя инфа по поводу того, что авик тебя контролит на видео. Вот что еще есть у команды Eternal Fire. Залетает хаешка. Залетает флешка. Причем Зорта зум убрал у меня в тот момент, когда игрок команды Eternal Fire ушел прочекать. Два опорника на точке Б. Шалфей с авиком работает. Флешка вроде... Флешка идеальнейший тайминговый залетает. Шалфей оформляет минус. Должны на него вроде как отвлекаться. Но пока что не отвлекается. Там еще и тиммэт помогает. Но ксантарос оформляет минус. Сантарос у нас просто каким-то фантастическим способом прыгает и выпрыгает. Остается у него 2% хп. Погибает он все же от своего оппонента. Джерри оформляет килл. Остается только колюкс. И колюкс тоже пал. Это 15-й раунд для команды Forza. Это 15-й раунд для этой тимки. Eternal Fire. Максимальный луз бонус. Мы с вами берем постановку бомбы. Равно огромнейшее количество денег. Зорта пошел очень агрессивно играть. И это может быть важно в этом раунде. Минус от него залетает. Но размен тут же есть. Не ожидал то, что тут на возможно целых 2 человека будет. Джерри выпускает под флешку. Он контролит яму в яме. Никого нет из игроков команды Eternal Fire. Все они находятся где-то вот по большей части в Плауду. Потому что он здесь достаточно натопал. У Джерри остается сколько? 2% хп. Стартует Фарзы. Есть у них информация, что бомба лежит на Терри, Спей, Плауд. Действительно нужно что-то сделать. Это 16-й раунд для команды Forza. В итоге это 2-0. В этом 2-3 противостояние. И Фарзы удержались на турнире. Назовем это так, да. Действительно удержались. Действительно получилось это сделать. С чем мы наших ребятишек, конечно же.